Нектурия. Ночные походы в туалет и что с этим делать? Я думаю, что эта микролекция окажется чрезвычайно полезна очень многим людям в нашей стране, которые хотят разобраться, почему и мужчины, и женщины с определенного возраста начинают вставать по ночам, чтобы помочиться. И самое главное, что с этим можно сделать, как с этим бороться. Возможно, это прозвучит неожиданно, но первое, что нужно сделать, это не обратиться к врачу, а провести дома очень простой эксперимент. Нужно сделать дневник мочеиспускания, то есть запротоколировать все свои походы в туалет за трое суток. Причем мочиться нужно в обычном, привычном вам режиме. Просто записывать каждый раз время и объем мочи, который выделился. Для этого понадобится мерная посуда, часы, чтобы отметить, во сколько вы сходили в туалет, и бумага, и карандаш. В итоге мы получим вот такую таблицу, которую мне сегодня утром принес мой пациент. Он сделал дневник мочеиспускания за три дня, как написано сверху. Фамилию я его, естественно, убрал, возраст оставил 84 года. Я чрезвычайно признателен этому пациенту, потому что он выполнил все, что я просил. Он записал каждый поход в туалет, записал время, даже написал, когда и что он выпил. И принес эту таблицу. Я ее вам хочу показать, потому что это очень характерная история. Потому что если мы посмотрим на эту таблицу, то мы увидим, что у нас ночью человек просыпался по четыре раза. И если мы возьмем еще подъем в 7 утра, то и пятый раз мы получим. И если мы посмотрим на порции мочи, которые у нас получались, то мы увидим, что все порции очень большие. Если мы посчитаем суммарный объем, то мы увидим, что практически каждую ночь у этого человека выделялось больше литра мочи. А если мы еще прибавим сюда и утреннюю порцию в 7 утра, то мы видим цифры просто обескураживающие. Вот 1860, 1540, 1150. Называется это явление ночная полиурия. Ночная полиурия. Полиурия – это много мочи. И это является основной причиной, почему этот пациент просыпается четыре раза ночью. И глядя на эти цифры, мы понимаем, почему то лечение, которое он получал в течение последних двух лет с неоднократной переменной препаратов, ему абсолютно никак не помогало. Оно не помогало просто потому, что его мочевой пузырь абсолютно работает нормально. И он работает так же, как он работал у него в 20 лет. При этом мы понимаем, что в 20 и в 30 лет он спал всю ночь и просыпался только к утру. Давайте разберемся, почему. Давайте посмотрим на молодую красивую девушку. Во-первых, это всегда приятно. Вот эта девушка, которая выскочила в Яндексе по запросу «молодая красивая девушка». Она действительно молодая и красивая. И она не просыпается ночью, потому что у нее все в порядке с физиологией. Если мы откроем учебник нормальной физиологии, то мы узнаем, что у молодого человека за ночь выделяется только 10% мочи. Почему? Мы поговорим чуть позже. Но 10% допустим от 1,5 литра – это 150 грамм. Понятно, что эта девушка будет прекрасно спать всю ночь, а потом утром пойдет и небольшим количеством мочи и, соответственно, помочится. С возрастом, к сожалению, эта закономерность утрачивается. И на то есть целый ряд причин. Но вначале давайте разберемся, а в какой момент человек должен проснуться ночью, чтобы пойти в туалет. Доказано, что при наполнении мочевого пузыря где-то 180-200 мл, любой здоровый человек должен проснуться и пойти в туалет. Ну, или чуть позже. Если мы посмотрим на дневник мочеспускания еще раз, да, вспомним нашего прекрасного, прилежного, аккуратного пациента 84-х лет, то мы увидим, что в каждый поход из четырех ночных походов, в каждый поход у него выделялось больше, чем 200 грамм мочи. И существенно больше. И именно большой объем мочи является причиной его страданий. Почему я начал с того, что нужно не идти к врачу, а сначала попытаться разобраться самому? Потому что зачастую врачи плохо разбираются в этой проблеме. И начинают лечить пациента от распространенных заболеваний. Это может быть гиперактивный мочевой пузырь. И дают препараты от гиперактивного мочевого пузыря. Либо это препараты от цистита, расценивают эти ночные походы в туалет как цистит. Или рассматривают это явление как явление простатита. И при этом вот эти препараты, которые я показываю, это не те препараты, которые должны использоваться, или наоборот, которые не должны использоваться. Это просто характерные препараты, которые обычно назначаются таким пациентом. Врачами, которые не разобрались в причинах. А причины вот они. И мы видим, что это не одна причина, а целый ряд. И давайте попробуем чуть-чуть поподробнее разобраться с каждой из них. Итак, причина первая – это лишний вес. Если мне звонят знакомые или сотрудники нашей больницы заходят, спрашивают, а что папе дать из лекарств, он в несколько раз за ночь просыпается. Вот первое, что я спрашиваю, а сколько папа весит. Когда я слышу 120-140 кг, то я понимаю, что, скорее всего, никакие лекарства здесь не нужны. И здесь нужно побеседовать с этим родственником. Почему? Потому что жировая ткань выступает в качестве депо воды. То есть в течение дня эта жировая ткань прекрасно накапливает какое-то количество жидкости. Это может быть литр-полтора. И ночью эта жидкость прекрасно выходит в виде мочи, заставляя нашего пациента несколько раз за ночь просыпаться. Сахарный диабет – состояние, которое сопровождается постоянной жаждой. Постоянная жажда приводит к тому, что эти пациенты пьют очень много воды. Называется это полидипсия, то есть большое количество выпиваемой жидкости, полидипсия. И, как следствие, полиурия – большой объем мочи. Снижение выработки вазопресина. Вазопресин, он же антидиуретический гормон. Это гормон гипофиза, который выделяется не только у человека, но и у всех млекопитающих ночью. И блокирует образование мочи. В свое время был синтезирован около 20-25 лет назад химический аналог. Назывался он десмопресин и выпускался под названием минерин. И поначалу он предлагался в качестве препарата, который позволил бы пациентам спать всю ночь. Но от него очень быстро отказались, потому что он приводил к быстрому прогрессированию сердечной недостаточности, нарастанию отеков. И для пожилых людей этот препарат оказался абсолютно неприемлем. И сейчас он используется только у детей для лечения инуреза. Для лечения инуреза он прекрасно подходит, и ребенок просыпается утром сухой, постель сухая, все довольны. Высокое артериальное давление. Высокое артериальное давление приводит к тому, что почки пытаются избавить организм от лишней жидкости, уменьшить объем циркулирующей крови, за счет этого снизить артериальное давление. И если раньше мы использовали, скажем, препараты не селективные альфа-блокаторы, которые снижали давление, то количество мочи по ночам было меньше. И иногда пациенты приходят, говорят мне, ваш тамсулазин или силадозин, то есть уроселективный альфа-блокатор, не нравится, потому что он работает хуже, чем тот Дальфаз или Кордура, который я принимал раньше. Тот препарат, который он принимал раньше, он не был уроселективным, то есть он не только воздействовал на частоту походов в туалет, но и снижал артериальное давление, и за счет этого объем мочи был меньше, и человек реже встал в туалет. Но эти препараты, за счет того, что они неконтролируемо снижали давление, существенно повышали риск инфарктов и инсультов, и в настоящее время эти препараты не селективные альфа-блокаторы. Они не рекомендованы для лечения расстройств мочеиспускания у пожилых людей. Поэтому чем выше, повторюсь, давление, тем больше образуются мочи. Обструктивное ночное апноэ. Обязательно нужно пациента спрашивать, я всегда спрашиваю, как он спит, не храпит ли он. Обструктивное ночное апноэ сопровождается не только храпом, но и длительными паузами между вдохами. Это приводит к двум явлениям. Во-первых, это приводит к снижению выработки вазопресина, о котором мы уже говорили. А во-вторых, это приводит к повышению выработки натрияуретического предсердного пептида. Вернее, наоборот, предсердного натрияуретического пептида, который, наоборот, способствует увеличению количества мочи. Для таких пациентов существует СИПАП-терапия. Чуть позже я покажу, о чем речь. И, наконец, мы подошли к самой главной причине. Это хроническая сердечная недостаточность, которая появляется с возрастом, к сожалению, у любого человека. Проявляется она в том, что прогрессивно снижается насосная функция сердца. Все сложнее выводить жидкость из организма. В течение дня, когда человек ходит или стоит, возникают отеки рук, ног, живота, подкожная клетчатка накапливает жидкость. Когда человек ложится в горизонтальное положение, эта лишняя жидкость выходит в виде мочи. И вот мы видим парадоксальную ситуацию. Если у молодого человека, у нашей прекрасной молодой девушки, здоровой, за ночь выделяется не больше 10% мочи, то у нашего пациента 84 лет, мы это видели, больше половины всей суточной мочи выделяется ночью. По причине хронической сердечной недостаточности. И вот так незаметно мы подошли к кульминационному моменту этой лекции, к вопросу, а что с этим делать. Никакие препараты в этой ситуации, к сожалению, не работают. Единственное, что может помочь, это так называемая поведенческая терапия. Это определенные приемы, определенные правила, которые наш пациент должен соблюдать, для того, чтобы реже просыпаться и, соответственно, лучше высыпаться. Итак, первое, это стараться не пить после 6 вечера. Ну, не то чтобы совсем не пить, но ограничить потребление жидкости, для того, чтобы не накапливалась она к моменту отхода ко сну. Нормализация веса трудновыполнимая рекомендация, но если пациент сможет похудеть, это уменьшит количество подкожно-жировой клетчатки и, соответственно, уменьшит количество мочи, которая будет выделяться ночью. Ну, и в любом случае это полезно. Компрессионные чулки, поскольку в основном отекают ноги, то ношение компрессионного белья и компрессионных чулков, либо бинты, оно уменьшает образование отеков и, соответственно, уменьшает объем мочи, которая выделяется за ночь. Некоторые авторы пишут, что чуть ли не больше, чем на 50%, удается таким образом уменьшить объем ночной полиуреи. Коррекция артериального давления. Если давление у нас более-менее нормальное, соответственно, мочи меньше. Если давление ночью высокое, соответственно, мочи будет больше. Самая, пожалуй, важная и самая приятная часть это вечерняя активность лежа. То есть, если после 6 вечера наш пациент смотрит телевизор, читает газету, книгу, слушает музыку, говорит по телефону, вот все, что можно делать лежа, а желательно еще и приподняв ноги, немножко на подушечку, да, соответственно, это все нам на пользу, потому что уже в ночном режиме будет образовываться моча, будут уходить отеки, и на ночь у нас, соответственно, отеки будут меньше, и объем мочи будет меньше, и частота походов в туалет тоже будет меньше. Еще одна такая рекомендация – это возможность разделить сон, то есть спать ночью и, допустим, 2-3 часа после обеда. И для тех пациентов, которые храпят, это обязательно нужно проговаривать, необходима консультация сомнолога. Сомнолог – это врач-специалист по нарушению сна. Возможно, такому пациенту показана СИПАП-терапия. Что такое СИПАП-терапия? Это прибор, который регулируется с помощью дыхания пациента, и во время вдоха он дает дополнительную струю воздуха, которая позволяет избежать вот этого ночного апноэ, и, соответственно, пациент спит в маске, и у меня были пациенты, которые после 5-6 подъемов за ночь, используя этот прибор, спали всю ночь и просыпались только утром. То есть для многих это спасение. Вопрос, к сожалению, только в финансах, потому что стоит такой препарат достаточно дорого. Ну и помни о том, что лучше один раз увидеть, чем не сто раз услышать. Давайте посмотрим на Барака Обаму, который после 6 вечера, согласно нашим рекомендациям, держит ноги выше пояса. Посмотрим на компрессионные чулки, которые позволяют уменьшить отеки ног и уменьшить количество мочи. Ну и, собственно говоря, СИПАП-терапия, вот прибор для СИПАП-терапии, который для многих пациентов является спасением. Так что подумайте, если вы будете его использовать, не будете по ночам храпеть, вы не только будете высыпаться, но и не будете мешать своим домашним и соседям. Что делать, если дневник мочеиспускания показал, что походы в туалет связаны с меньшим объемом? То есть если у нас 50, там 100, 150 мл мочи, и уже пациент наш вынужден просыпаться и идти в туалет. Вот в этой ситуации мы понимаем, что это уже не нормальная работа мочевого пузыря. То есть, повторюсь, норма 180-200 мл. Все, что меньше, это уже проявление какого-то заболевания. Чаще всего у мужчин это простатит, либо доброкачественная гиперплазия простаты, у женщин это хронический цистит, или какие-то другие причины. Это могут быть камни, это может быть опухоль мочевого пузыря. В этих ситуациях нужно разбираться. Вот если объем мочи меньше 200, и человек проснулся, пошел в туалет, нужно разбираться, в чем причина, и предлагать уже более сложное, возможно, медикаментозное лечение. И, наконец, самое главное, мы должны понимать, почему мы так подробно и внимательно относимся к этой проблеме. Нектурея — это не только неудобство, нектурея — это не только невозможность выспаться и сонлилась в течение дня. Дело в том, что большинство травм у людей пожилого возраста возникает по ночам, именно во время похода в туалет. Это переломы шейки бедра, переломы лодыжек, это переломы рёбер, черепно-мозговые травмы и так далее. Причем для пожилого человека такая травма может быть фатальной. И мы, врачи, об этом помним и об этом пациентам говорим, что это не просто неудобство, это очень серьезный риск для здоровья и жизни. Поэтому берегите себя, ходите к хорошим докторам, будьте здоровы, живите долго и счастливо.